Ущелье Красные Камни – популярное место отдыха норильчан. Лето, жара, шашлыки. Именно запах еды привлекает этого юного, но совсем не маленького, хищника. В поисках, чем бы поживиться, он и вышел к людям. Судя по многочисленным постам в соцсетях, суровые норильчане спасаться бегством не торопятся. Вооружившись телефонами, они начинают видеоохоту. Об опасности отдыхающих ежедневно предупреждают по справке «Автомат-007». Управление ГОИЧС города Норильска предупреждает, в тундровой зоне района Толнах наблюдалось появление медведя. Будьте внимательны при выходе в тундру. Эксперты предупреждают, в погоне за эффектными кадрами туристы сильно рискуют. Буквально за пару минут медведь может оказаться на расстоянии вытянутой руки, и звериный оскал может стать последним кадром. Даже медвежонок – это серьезный хищник. И в тундре он чувствует себя полноправным хозяином. А люди – всего лишь непрошенные гости на его территории. Если же медведь проявляет агрессию, заметил вас, и вы видите, что не успеваете от него отойти, значит, нужно как можно сильнее шуметь, стучать всем, что есть палкой по деревьям. Если и миски у вас есть ложкой, проявляем. Там, в общем, большой активный шум. В большинстве случаев взрослая особь, она пугается и убегает. Однако некоторые шумят далеко не ради спасения, а скорее ради забавы. В отличие от белого медведя, за судьбой которого следила вся страна, жизнь бурого мишки у зоозащитников интереса не вызывает. А все потому, что этот вид не краснокнижный. Так что перевозить его никто и никуда не станет. А в случае, если зверь начнет проявлять себя агрессивно, специалистам придется решать вопрос радикально. Елена Степаненко, Юрий Толстов. Вести Красноярск. Из Норильска. Шесть отрядов и шесть этапов. Первый, самый простой. Построение и представление своей команды. Максимум силы, максимум успеха! Весна, помощь, родитель, успеха! Получили маршрутную карту и вперед. На огневом рубеже мальчишки в первых рядах. Стрелять предстоит из лука. Перед выполнением задания небольшой инструктаж. Получается, не сразу из четырех попыток одно-два попадания в цель. А вот эмоций в разы больше. Классно прицеливаться. Стрелять из лука. Впервые попробовать можно. Тяжело было? Нет. К строевой подготовке готовились заранее. В лагере, говорят, ребята маршировали каждый день. Поэтому движения такие отточенные. Как наложить шину, остановить кровотечение, доставить пострадавшего в больницу? Свои знания в области оказания первой медицинской помощи ребята демонстрировали профессиональным спасателям. В природе может человек порезаться. То есть нужно перетянуть, если, допустим, рана оказалась в предплечной части, то нужно перетянуть выше раны, жгут сделать и затягивать до того момента, пока кровотечение не остановится. Своими знаниями делились и педагоги. Александр Кудрин провел краткий экскурс на тему техника Второй мировой войны. Уже несколько лет он собирает модели советских и немецких боевых машин. В его коллекции более ста танков. Ребятам он показал самые известные. Техника сама на лицо и показывает, как и что происходило. Поэтапно, скажем, выставлены танки, которые в начале войны, потом в середине войны у нас и в конце войны. И благодаря Т-34 мы выстояли войну, то благодаря Т-34-85 мы ее победили. Несмотря на то, что Зорница проходила по принципу соревнований, организаторы решили не распределять места. Победила дружба. Елена Степаненко, Юрий Толстов. Вести, Красноярск, Знализка. Повреждено три автомобиля и мотоцикл. В настоящее время ущерб устанавливается. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение с действующим законодательством. Взрослый хозяин Арктики – символ города. Медвежонок символизирует будущее Норильска и забота о подрастающем поколении, объясняет свой выбор Сильва Легама. Город на Крайнем Севере впечатлил итальянского художника. По его мнению, молодой и стремительно развивающийся, он сильно отличается от итальянских городов с тысячелетней историей. Выпускник Катанистской академии изящных искусств уже несколько лет увлекается уличным искусством. Работает в двух направлениях – реализм и абстракционизм. Медведи на фасаде нарисованы специальной кварцевой краской. Эта краска создана специально для настенной живописи. Она становится сильнее, когда на нее попадают солнечные лучи. Эта краска очень долговечна. Поэтому я уверен, что рисунок очень долго прослужит нарильчанам. Соседями медведей стали северные олени и арктическая сова. Автор композиции – москвич Алексей Соколов. Его работа практически завершена. Остались последние штрихи. Еще немного, и законченный облик приобретет и творение еще одного московского художника – Егора Кошелева. Ему досталась трансформаторная подстанция, фасад которой смотрят на спортплощадку. Над эскизом пришлось поломать голову. Поза избрана, с одной стороны, чтобы вписать фигуру в вытянутый формат стены. Поэтому фигура получилась очень динамичная. Кроме того, у меня довольно замысловатая формальная задача, поскольку фигуру приходилось встраивать в стену, где располагаются окна. Все удалось, резюмирует художник. Осталось дорисовать мяч, и футболист готов к первому удару. К открытию важного мероприятия успею, с улыбкой добавляет автор. Официальное открытие фестиваля уличных искусств состоится сегодня вечером. Арктика продлится до 4 августа. В программе создание городских арт-объектов, мастерские художников и перформеров. Елена Степаненко, Юрий Толстов. Вести Красноярск. Из Норильска. Елена Степаненко, Юрий Толстов. В обычное положение, Кад answers. Выходи. Поставите. Поставьте, боже мой мой. Виномер. Продолжение следует...